Привет! Вы на канале Climate Change. С наших выпуска вы узнаете о климате и катаклизмах, с которыми людям приходится сталкиваться в эти суровые дни, и как обостряется климатическая ситуация в мире, последние произошедшие стихийные явления и происшествия с разных уголков мира. На территории американского штата Аризона разгорелись два масштабных лесных пожара. Сотни людей были вынуждены эвакуироваться. Ветер и засуха, а также большое количество сухой растительности способствовали быстрому распространению огня. Первый пожар получил название «Телеграффайр». По состоянию на 7 июня он уничтожил более 16 тысяч гектаров. Другой пожар, «Маскалфайр» сжег около 20 тысяч гектаров. «Телеграффайр» горит с 4 июня и уже добрался до южной окраины национального леса Тонта. Власти округа Пенал заявили, что из опасной зоны были эвакуированы около 250 человек. Пожар «Маскалфайр» вспыхнул 1 июня. К 5 июня огонь вынудил к эвакуации людей из района общины «Эль Капитан» с населением около 4,8 тысяч человек. Пока не сообщается, сколько жителей было перемещено. О пострадавших информации пока не поступало. Причины обоих возгораний выясняются. Жара и ветер значительно осложняют локализацию пожаров. А сейчас предлагаем вашему вниманию кадры жуткого провала земли, который произошел в столице Израиля и Иерусалиме. Посреди белого дня на одной из автомобильных стоянок внезапно начала образовываться большая яма в земле, и верхние слои стали проваливаться внутрь. Образовавшаяся яма утянула за собой несколько припаркованных автомобилей. Данные события было зафиксировано камерами видеонаблюдения и гражданами из соседних домов. Как стало известно, три автомобиля провалились под землю. Подозревается, что причиной оползня стали дорожные работы, которые проводили недалеко отсюда. Строящийся туннель, который проходит под больницей и парковкой, похоже, в какой-то момент обрушился. К счастью, никто из граждан не пострадал. Ураганный ветер сорвал крыши с нескольких домов в городе Туве, Россия. Ураган прокатился по Улу к Хемскому району Тувы. Скорость порыва ветра достигала 38 метров в секунду. В Шаганаре ураган повредил многие крыши и перерезал провода, в результате чего многие дома остались без электричества. К счастью, обошлось без жертв. Последствия урагана показали медицинские работники города Тувы. В больнице ветер и летящий из крыш доски разбили окна. Сейчас в Шаганаре работает аварийная группа МЧС России, которая собирает информацию об ущербе, нанесенном стихией. Жители просят быть максимально осторожными и не выходить на улицу без надобности во время сильного ветра. Через северные части американского штата Колорадо в понедельник 7 июня прошел огромный торнадо. Опасные явления заметили жители округа Уэлд, успели заснять смерч на видео и поделились кадрами в социальных сетях. Торнадо прошел недалеко от городов Плетвиль и Файерстоун, двигаясь на северо-восток со скоростью около 16 километров в час. Смерч прошел несколько километров, прежде чем полностью рассеялся. По меньшей мере один дом был поврежден в результате пожара, вспыхнувшего из-за обрыва линии электропередачи. Темная вращающаяся воронка простиралась от грозовых облаков до земли. Смерч вздымал тучи пыли и был виден издалека. Ненастная погода застала людей врасплох, но о пострадавших не сообщалось. Сила смерча пока неизвестна. Метеорологи подчеркивают, что большинство смерчей от торнадо происходит, когда событию присвоен рейтинг F3 или выше. Сильная буря с градом обрушилась на столицу Италии 8 июня, примерно в 13.00 по местному времени. Стихия бушевала пару часов и наделала беды. За это время на Рим выпало около 80 миллиметров осадков. Особенно пострадала северная часть города. Пожарным в срочном порядке удалось эвакуировать 40 детей из детского сада. Улицы за несколько минут превратились в реки. Вода во многих районах центра и пригородов достигла высоты полутора метров. Мусор и мопеды, которых очень много в Риме, уносило течением. Метро пришлось временно закрыть, движение на автодорогах города полностью парализовало. Все это вызвало бурную критику нынешней власти. Как оказалось, канализация не справилась с потоками воды, поскольку стоки и колодцы никто не чистил в последние несколько лет. На острове Суматра в Индонезии 6 июня произошло значительное извержение вулкана Синабунг. Вниз по склонам устремился пирокластический поток. Вулканический пепел поднялся на высоту более 9 километров над уровнем моря. Извержение длилось более 7 минут, но его почти не было видно из-за тумана и облачности. Части пеплового облака, оказавшиеся на разной высоте, под влиянием ветра дрейфовали на юго-запад, запад и север от кратера. Цветовой код для авиации в день извержения был повышен до красного, 7 июня понижен до оранжевого уровня. Общая запретная зона составляла 3 километра с расширением от 4 до 5 километров в нескольких секторах у подножья вулкана. Во время пеплопада местным жителям рекомендовали надевать маски при выходе на улицу, чтобы снизить воздействие пепла и газов на здоровье. Власти призвали граждан следить за безопасностью объектов водоснабжения и рекомендовали очистить навесы и крыши домов от слоя вулканического пепла, чтобы избежать обрушения. Людям, населяющим побережье рек возле горы Синабунг, советовали остерегаться лохаров, оползней, состоящих из пепла и вулканических пород. На месте извержения вулкана в Гельдингадалуре, на исландском полуострове Рейкенес, 7 июня поток лавы отсек знаменитую смотровую площадку, перекрыв пешеходную дорожку. Вулканическая активность уже несколько месяцев привлекает в этот район тысячи посетителей. Площадка известна тем, что с нее можно заглянуть в кратер вулкана. Ранее власти закрыли этот район в целях безопасности из-за высокой вероятности того, что посетители могут оказаться на холме, будучи отрезанными лавой от доступа. К счастью, в момент извержения рядом с вулканом было очень мало людей. Туристы могут смотреть на вулкан, но с другого ракурса. Извержение Огненной горы началось 19 марта после 50 тысяч землетрясений, произошедших с 24 февраля. Текущая лава придала ранее скучное равнение апокалиптический вид, привлекая людей из разных стран, несмотря на опасность. Во время извержения в сумерках небо светилось красным цветом. Отдельные мощные фонтаны лавы достигали высоты 460 метров. Последние месяцы сильно настораживает участившееся количество стихийных происшествий во всем мире. Оставьте свои мысли и поделитесь чувствами по этому поводу в комментариях. На этом выпуск подошел к концу. Спасибо за просмотр и вашу активность. Оцените это видео и нажмите на колокольчик. Подписывайтесь на канал, если вы до сих пор этого не сделали. Будьте бдительны, не будьте равнодушными к окружающим и берегите жизнь.